А зачем, собственно, ЕСПЧ? Я понимаю, что без апелляции кассации в ЕСПЧ не подают жалобы, или что там, иски, я не знаю, как это называется. А зачем вообще в ЕСПЧ? Европейский суд по правам человека – это, условно говоря, не пятая кассация российская. Это совершенно независимый орган, который будет рассматривать вашу жалобу исключительно с точки зрения соблюдения ваших прав на, ну, чтобы уж совсем грубо, на равноправие в процессе, что государство выступило с вами в состязании, предоставив вам те же права, что есть у него. Вот так посмотрит ЕСПЧ. И если вы уверены, что вы, условно говоря, не совершали правонарушения, что ваши права на справедливый суд были нарушены, что там применялись пытки, незаконное задержание или всё что-то, вы идёте в ЕСПЧ и говорите, что было вот так вот там. Это очень долго, это очень муторно, но очень муторно в ожидании, потому что подготовить хорошую жалобу сейчас умеют уже достаточно много людей в России. И много наших жалоб принимается в ЕСПЧ и рассматривается в ЕСПЧ, но надо быть готовым, что это долго. То есть вы уже получите наказание, скорее всего, отбудите его и забудете про него, у вас уже родятся дети, которые пойдут в школу, и потом вы получите из ЕСПЧ верификацию вашей уверенности в том, что до вас-то когда-то неправильно прилетли к ответственности. То есть эффективность, в общем, минимальная, потому что как-то кажется, что из России это выглядит как немного игра с куклами, равноправие с государством в этих делах. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Понимаете, отношение к эффективности, оно будет отличаться очень сильно у человека, который еще не привлечен к ответственности, и у человека, в отношении которого процесс идет. Когда процесс идет, тебе хочется все равно все это пройти, хотя бы где-то, чтобы кто-то в мантии все-таки сказал, что ты был прав, и ты пойдешь за этим. Ну, то есть это скорее морально-психологическая сатисфакция. Для себя, да. Потому что, предположим, а если вдруг там, не знаю, что-то случилось, и внезапно ЕСПЧ принял жалобу к осмотрению, коммуницировал ее, и, в общем, все решил в твою пользу. Ну, представь себе такую идеальную ситуацию. Быстро. То есть прямо в течение полугода. То есть тебя даже еще поэтапно не успели. Бывали у нас такие ситуации тоже, да. А что бы не решило ЕСПЧ, это никак не повлияет на действия местных правоохранительных органов? Нет, почему же? Решение ЕСПЧ в любом случае потом будет рассматривать президент Верховного суда, и чаще всего решения эти исполняются. Хотя есть, конечно, случаи, когда… Ну, вот как, например, с Алексеем Навальным. Ну, быстренько провели новый процесс и вынесли такой же приговор. Ну, Алексей Навальный – это совершенно другая история. Ну, а в принципе-то ЕСПЧ России указ или нет? Указ. Ну, в реальности не по бумагам, а… Де-факто. Указ. Указ, так скажем, как правило. Это указ, но в частности, ad hoc, это в любом случае орган, решение которого государство России может не исполнять. Но это должна быть частность. Это должно быть настолько интересно государству России не исполнить это решение. Я не думаю, что, например, ваш либо мой, либо случай Агаты потенциально может заинтересовать Россию так, что они вынесут отдельное решение Верховного суда о том, чтобы не исполнять решение ЕСПЧ. А существуют санкции за неисполнение решения ЕСПЧ? Вы понимаете, когда конвенцию создавали… Я сейчас в хорошем смысле… Конвенцию, когда создавали о правах человека, я думаю, что ни одна из стран-участниц, в принципе, не предполагала, что возникнет одна страна, которая будет говорить, «Ребят, да, мы нарушаем, но мы же платим людям». Мы нарушаем – платим, нарушаем – платим. Я думаю, что никто из отцов-основателей конвенции об этом просто не думал, что кто-то скажет, «Да, хорошо, мы покупаем участие в конвенции, при этом мы системно ее нарушаем, но мы системно платим за это нарушение нашим гражданам». Что вы от нас хотите? Нарушили – нарушили, заплатили – заплатили. До свидания. Не, ну, конвенцию ты читала, это такие идеалисты писали, что… Хорошие законы пишут идеалисты, хорошая конституция пишут идеалисты. А соблюдать кто будет? Для того, чтобы прагматики соблюдали закон, он должен быть написан идеалистами. Про экстремистские организации, про новые пакеты законов, которые уже, в общем, проштампованы. Простая, эффективная дубинка, которую можно будет просто глотить по башке всех. Как на самом деле это будет развиваться, чем мне это грозит? Вот то, что я несколько статей написал про Навального, будет считаться содействием Навального? Может быть, тоже будет. Я посчитала. Очень опасный человек. И Агата тоже. А ее за что? Не отрекается же от матери. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова